Привлечение северокорейских войск к войне на стороне России создаст новые проблемы для Путина. Президент Южной Кореи Юнь Сок Ёль уже заявил, что Сеул не будет сидеть сложа руки. Глава государства отметил, что его страна готова принять меры, пишет Associated Press. Если Северная Корея направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества России и Северной Кореи, мы будем поддерживать Украину поэтапно. И также рассмотрим и реализуем необходимые меры для обеспечения безопасности на Корейском полуострове, заявил глава государства. По его словам, Сеул готов отправить оружие в Украину, так как присутствие северокорейских войск в России является провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе. Хотя мы сохраняем принцип недопустимости прямых поставок летального оружия, мы также можем более гибко пересмотреть нашу позицию в зависимости от уровня военных действий Северной Кореи. Подчеркнул президент Южной Кореи. Южная Корея, которая является крупным экспортером вооружений, предоставляет Украине гуманитарную помощь, но до сих пор она сопротивлялась призывам Киева и НАТО о прямых поставках оружия Украине. Южная Корея же имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, которые так важны для Украины в защите от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов. Сеул и так был союзником Киева, но теперь у Южной Кореи появились дополнительные личные мотивы помочь Украине победить. Американский институт изучения войны пишет, что Кремль попытался осмягчить ситуацию, поскольку беспокоится о том, что Южная Корея отправит военную помощь Украине и что обострение отношений с СИОМ ударит по безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее Южно-Корейский МИД вызвал посла России на ковер из-за сведений о привлечении войск НДР на войну. Однако в Москве попытались скрыть дипломатический скандал и представили это как добровольную встречу. Северная Корея все активнее включается в войну России против Украины. О систематическом снабжении воюющей армии РФ боеприпасами из КНДР известно уже достаточно много. Согласно различным подсчетам, Северная Корея могла отправить в Россию за последние два года более пяти миллионов снарядов. Таким образом, Пхеньян сегодня играет для России роль чуть ли не решающего поставщика. Некоторые могут оппонировать, но ведь союзники Киева также помогают Украине с вооружением. Вот только подобные аргументы не выдерживают никакой критики. Эта Россия напала на Украину. Эта Россия ведет неспровоцированную войну против Украины для того, чтобы захватить ее территории и уничтожить ее население. И эта Россия выступила одним из гарантов безопасности Украины, когда Киев отдал свое ядерное оружие, а потом вероломно напала. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не выступает за предоставление ей ядерного оружия, от которого она отказалась по Будапештскому меморандуму в 1994 году. Но тогда страна не получила действенных гарантий безопасности и поэтому настаивает на членстве в НАТО сейчас. Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв. Поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО. Сказал глава украинского государства. Поэтому первый пункт плана победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский, это приглашение Украины в НАТО сейчас. И поэтому в третьем пункте глава государства предлагает союзникам, пока Украина не стала участником альянса, разместить на территории Украины некий неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. И одна из первых стран, которая призвала начать обсуждение этого вопроса – Франция. А недавно председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия прямых военных мер в ответ на отправку военных КНДР в Россию. Вот только пока вопрос рассматривают. Войска Северной Кореи уже разворачиваются на фронтах войны России против Украины.